Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем с вами новый вебинар по знакомой уже теме. Сегодня Татьяна Викторовна Филетина присутствует в неделю, но она тоже автор этого модуля, этого практикума, поэтому незримо присутствует с нами. Всем добрый день! Сегодня, говорят, в центральной полосе России похолодание. У нас в Сочи тоже чуть-чуть похолодало, где-то плюс 12. Ну, я надеюсь, что мы тепло проведем сегодняшнее занятие. И пока я еще есть минуточка, прошу написать о себе не с точки зрения территории или температуры воздуха в вашем городе, а с точки зрения вашего функционала. Или вы организатор применения электронных образовательных технологий, или вы автор курсов, разработчик курсов, тот, кто использует курсы, или вы новичок. Вот такие вот три варианта прошло себе рассказать. По прошлому опыту мы неплохо знакомились. Вот Ольга Сергеевна, автор онлайн курса. Отлично! Еще второй автор. Отлично! Не стесняйтесь, если даже вы новичок, Татьяна Викторовна, ничего страшного. Вот Елена Алексеевна, новичок. Будем обмениваться опытом. Те, которые, новички, не бойтесь задавать самые разные вопросы, у нас глупых вопросов не бывает. Я говорю своим коллегам и студентам тоже. И вот мы видим, что новичков у нас чуть побольше пока. Эрек Анварович, по-моему, организатор, администратор, эксперт, специалист, с большим опытом. Мы давно знакомы. Это будет наш главный. Новичок слушатель. Да. Звук прерывается, уважаемые коллеги. Давайте сделаем звук потише. Действительно, с микрофона. По-моему, и автор, и разработчик, и методист. Вот есть универсальные, универсальные солдаты, которые одновременно на все руки мастера. Ну, естественно, моя задача сдать то, что интересно будет всем, а не только кому-то одному. или какой-то одной категории поли. Хотя я писал, что это для новичков. На самом деле, это не так. Логистика, название сегодняшнего бинара, имеет отношение к интересной силе. Во-первых, отметим, что вообще применение термина логистика в образовании, в онлайн-обучении, смотрится, слушается, воспринимается пока сложно. Некоторые коллеги полагают, что мы пытаемся подменить дидактику обучения, педагогику, ничего подобного. Логистика, как была логистика, мы о ней говорили уже, так она и будет логистикой. Это не педагогика, это наука и раздел науки или церетаптика о способах рационального управления процессами, движением этих процессов логистика. Мы дадим определение и мы с вами не будем путать с дидактикой это определение относительно. В качестве источников по этой теме если вы скачаете презентацию, а любое может ее начать. В качестве источников есть идентичная, аутентичная статья под названием «Как разблокировать поток обучения» это ссылка. Есть запись вебинара, мы уже рассматривали эту тему, это продолжение вечера. И мы вопросы будем рассматривать те же самые. методически это будет одно целое. Вот. Очень пико. Да. Вот теперь добавляю громкость. Видимо, у кого-то прерывается интернет. Вот я сейчас добавляю чувствительность. Вы скажете, что хорошо. У меня сейчас индикатор становится желтая. Хорошо. Отлично. Спасибо. Итак, вопросы те же самые. Чтобы была единая методическая последовательность, мы не будем расширять, мы рассмотрим те же самые шесть вопросов, которые были в предыдущем вебинаре. Для удобства. Была единая целостная последовательность. Итак, мы просто раз в поведении говорили, что мы все и новички прерывисты. Наверное, интернет не тянет, Елена Николаева. Или давайте я сделаю качество моего вещания похуже. Вот например, в видео. Тоже для обмена опытом. Я меняю качество моего облегчая поток передачи данных для вас. Возможно, это повлияет на качество приема для вас. Итак, все мы, даже без теории, даже новички, понимаем, что онлайн курс это некий поток учебной активности. Хороший термин учебная активность. Не просто чтение текста, не просто просмотр. Хорошо, Александр. В пользу повышения качества передачи звука. не просто чтение ролика, текста или просмотра ролика, а активность онлайн курс. Если вы старички, вы это знаете, если вы новички, знаете, что это еще активность, в том числе и социальная, или активность по выполнению теста, или какого-то задания, это все последовательность, поток. И мы в нашем понимании, в современном понимании, что обучение должно быть интересным, обучение это еще и труд, это еще преодоление скуки и нежелания, вот чтобы было интересно, мы награждаем вот этими ценными, какими-то, драгоценными камнями за каждую тему и заканчиваем итоговым экзаменом. Вот так вот мы представляем идеальный поток. И мы отмечали в прошлый раз, что стараясь сделать все идеально, наполняя наши элементы всякими смайликами, всякие картинки, шевелящиеся дифы, мы только путаем. Это мы говорили в прошлый раз. Мы начинаем создавать проблемы для обучаемых излишней наполняемостью каких-то графических элементов. И появляются вот эти преграды. Хорошо. Поток активности мы рассматривали в прошлый раз, я напоминаю, может состоять из затруднений, вот эта активность затрудняется в названиях каких-то заголовках, в излишней нумерации вопросов тоже встречается, что мы не создаем контрольные точки, что мы создаем дыры в проекте, обучаемые проваливаются, какие-то непонятные для себя состояния, я работал, работал, не знаю, что мне дальше делать, когда же наступит конец этим мучениям, вот это все мы рассматривали в прошлый раз. Приветствую. И мы начали с того, что обучение это всегда всегда похоже на некий заголовок выше сгиба в газете. Это момент связанный с дизайном, с дизайном, это не логистика, но мы отмечали, что вот некая картинка в заголовке курса это то, что находится вверху, оно привлекает внимание, то, что обращает внимание учеников, вот эта картинка вверху и говорит им о том, что они должны делать. Но мы не говорили в прошлый раз, как это делается практически. То есть мы понимаем, что какая-то картинка должна быть, но мы не говорили, как это делается практически. Вы скажете, ну подумали, что там такого, размещая картинку. Давайте посмотрим этот процесс вместе. Я сейчас включаю показ экрана. Показ экрана. Вот, например, мой курс. Надеюсь, вы видите сейчас экран экономика для студентов непрофильных специальностей. Вот здесь сейчас нет никакой картинки вообще. Если видите этот курс, он длинный, такой большой, насыщенный курс по экономике. Кто не в курсе, я кандидат экономических наук, я преподаю, сейчас не буду показывать детали этого курса, но здесь нет вообще никакой картинки вверху, выше заголовка, вовлекающей. Газетчики, рекламщики, дизайнеры говорят, что она создает строй, желание изучать. Вот такая картинка здесь нужна. Мы говорили об этом в прошлый раз и теперь мы пытаемся понять, как же это все сделать. Давайте я не буду этот курс трогать, я открою, например, курс логистика. Этот модуль находится в составе курса повышения квалификации. Вот сейчас я хочу в системе Moodle другие, например, как другие коллеги работают в других платформах, применяют другие технологии, это не важно. Мы рассматриваем на примере одной из платформ, имея ввиду, что точно так же примерно работают все платформы мира. Я хочу добавить сюда картинку. Заголовок у меня есть. Вот эта кнопочка для размещения заголовка описания, общего описания для всего курса. Кто знаком с Moodle, хорошо, кто не знаком с Moodle, посмотрите. Мы все сделаем выводы. Сейчас извините. Это был асфорт, я включал микрофон. Мы вставляем картинку. мы выбираем ее из хранилища. логистика начинается уже здесь. Здравствуйте. Где взять этот файл? Где взять? Вот я сейчас нашел этот файл, уже разместил его до начала этого занятия. Допустим, я не знаю, где его взять. Сейчас возникает колоссальная логистическая проблема, отраты времени коллег, где же взять нужную картинку, которая подходит под этот предмет. Делюсь с вами опытом. Вот буквально вчера на нашем профильном сайте в разделе золотой фонд дистанционного обучения я сделал копию сообщения из группы фейсбука на сайт freepik.com Михаил Юровский, Израиль, Москва, он и там, и там работает. Наш коллега, он поделился колоссально интересным ресурсом, где имеется свободная, бесплатная библиотека графических изображений. И мне надо найти, почему логистика. Я трачу время, я ищу путь, я нашел путь, где есть источник свободной графики, который, кстати, понравился очень многим, по-моему, более там 40 лайков за одни сутки получил это сообщение от Михаила Юровского. У тебя другая логистическая проблема, информационная. Какую картинку я вставлю? Мы начинаем думать, вы вместе со мной. Мой предмет называется логистика курса. Логистика курса. Мне нужна какая-то картинка выше заголовка, которая бы мотивировала, настраивала бы, мы это обучаем. Это дизайн. Логистика, где же взять эту картину? Я начинаю думать. Первый вариант, который чаще всего приходит в голову так и написать, мне нужно найти что-то связанное с логистикой. Но это путь провальный. Если мы посмотрим, что такое логистика, мы увидим стандартные изображения, красивые изображения всего того, что связано с транспортом, с движением каких-то контейнеров, грузов. Это нам не надо. Мы говорим про движение информации, движение учебных задач, ничего похожего в этом наборе картинок нет. И можно даже не пытаться тратить на это время. Мы пойдем не туда. Значит, надо поменять задачу. Какое же слово, какая ассоциация связывается с названием логистика курса? Я быстренько подумал и сказал сам себе это успех, саксес. вот, когда я выбираю вот этот вариант, логистика это в принципе по определению, мы сейчас его снова увидим, это наука о рациональной организации движения чего-то в пространстве, не только товаров или услуг, но и информации. И вот здесь мне понравилась вот эта вот картиночка, я открываю ее, мы все делаем практически, я открываю ее в отдельном окошечке и вижу, что это некий веселый человек, который по ступенькам шагает вверх, что мне и надо, студент это человек или обучаемый слушатель, тот, который идет вверх и есть некая технология, которая направляет его вперед. Вот такую ассоциативную картинку я решил бесплатно использовать, обращая внимание, что здесь имеется ссылка условия использования этих картинок это наличие вот этой вот ссылки припик.ком в этом случае картинка считается используемой легально. И я беру и эту картинку начинаю использовать в качестве вот этой вот супер картинки всего моего курса. Вот она уже у меня скачет. Единственное, что я сделал, я ее слегка обработал, я ее открыл, это тоже логистика, с помощью какого инструмента я могу сделать простейшие графические действия. Вот программа Microsoft Office Picture Manager. Она бесплатно имеется на компьютерах, на компьютерах, персональных компьютеров. Не уверен, что она имеется на Macintosh, но там наверняка есть свои какие-то бесплатные редакторы. Но логистика, уважаемые коллеги, в том, что программка есть, я просто обрезал верхнюю часть. Я сделал эту картинку чуть не квадратную, а прямоугольную. Мне не нужна вот эта верхняя часть, которая была в оригинале. Сейчас я покажу еще раз. Да, в оригинале она была квадратная. Вот такая. Я верхнюю часть убрал. И я беру эту картинку, загружаю, она уже там загружена, я ее перезаписываю. И на этом логистика почти закончилась. В оригинале 626, я ее уменьшаю на 300, мне нужен такой большой размер, убираю вот это описание и сохраняю. Вот логистика. Каждый пункт моих сейчас действий это логистика. Рациональная короткая логистика. Еще раз, что я сделал, я выбрал задачу размещения изображения верхней части моего курса таким, чтобы оно было простым и увлекающим, создающим настрой, желание осваивать этот мой курс, этот мой блог. Я выбрал ресурс бесплатный, я сделал несколько простейших действий. Моя логистика была краткой, быстрой, вы в этом убедились сами вот сейчас вместе со мной проделали этот пункт. Возникает вопрос, может ли быть иначе? Бывает ли иная логистика? Из опыта скажу, да, уважаемые коллеги, из опыта мы тратим массу времени на поиски этой картинки, на обсуждение того, легальная она или нелегальная, какие есть риски. Мы мучаемся начинаем искать обычно мы не так пишем. Мы в поисковой системе, вы сейчас видите на экране, начинаем искать ее в гугле в использовой системе. Начинаем писать логистика, выбираем изображение и начинаем перебирать, пересматривать массу изображения. Это неправильно. Во-первых, здесь набывают изображения те, которые нельзя свободно использовать, хотя мы не знаем ни одного судебного дела в этом плане, но зачем лишний раз искать. Во-вторых, мы берем изображения или слишком большие, или слишком маленькие, но большие это еще можно как-то узнать, но нас интересуют не слишком маленькие, чтобы они не были чрезмерно уменьшены. Например, как это качество здесь будет низкое. Вон пикселизация видно. Некоторые преподаватели и коллеги берут такие изображения низкого качества и размещают их в своих презентациях, в своих материалах. Это ухудшает расприятие. Вот, коллеги, в чем проблема. Мы ее решили вместе с вами. Хорошо, идем дальше. мы практически посмотрели сейчас на экране, это записалось, как это делается практически. Те, которые новички увидели, те, которые опытные поняли, что надо обучать своих подчиненных и стараться использовать те ресурсы, которые делают быстрым наш результат. Теперь перейдем дальше по прошлому занятию. Надеюсь, с первым вопросом все понятно, вы увидели, как быстро делается с точки зрения логистики определенное решение. С точки зрения логистики мы говорили, что очень часто вот на сайте Международного Олимпийского Кабитета, на сайте Национальной Платформы Открытого Образования, мы сталкиваемся всегда наши обучаемые сталкиваются с задачей регистрации, введения логинов параллель. Это тоже логистика чтения, заставлять их читать кодекс студентов, принимать пользовательское соглашение. Все это логистика, которая, как мы говорили в прошлый раз, запомним, это предмет рационального процесса. Это не обучение типа дидактики или методики, это технологический процесс, рациональный процесс по движению товаров, услуг и информации. Еще есть финансовая логистика, когда движутся финансы. Логистика имеет очень много, около 25 разновидностей. Вот мы сделали вышли на еще. Вот этот элемент вставки логотипчиков, иконочек, я не буду сейчас комментировать. Почему? Потому что вот эти условные обозначения, которые вы сейчас видите, очень, очень, очень быстро можно найти на вот этом, в этом сборнике любые изображения, которые вы хотите. Например, вас интересуют именно иконки, иконки для обозначения каких-то каких-то элементов деятельности ваших курсов. Вот такие иконки готовые, монохромные и так далее, вы можете здесь найти. Поэтому припик.com повторюсь, поэтому я не буду на этом практически останавливать внимание, мы это пропускаем. Но вот теперь практически обратим внимание, вот допустим курс моей ученицы ученицами. Давайте его проанализируем с точки зрения вышесказанного по дизайну, по гиммификации. Курс называется организация деятельности студентов образовательного процесса. Это предмет, который имеется в учебном плане этого учебного заведения. Он имеется во многих учебных планах вузов, организация деятельности студентов в образовательном процессе. Иногда этот предмет по-другому случится. Скажите пожалуйста, практически, какая здесь могла бы подойти картинка, для того, чтобы студентам вот этот длинный-длинный поток активности они там дальше видят, какая здесь напрашивается картинка, можете ли вы подсказать сейчас ваши идеи, вот что здесь можно такого разместить для того, чтобы обозначить смысл, суть этого предмета. Ловили ли вы практически мысль, о чем я говорил. Ваши варианты. Попробуйте написать, что бы вы разместили в этом. Это не ваш предмет, это предмет другого преподавателя, объединения. Вот что здесь можно было бы разместить? Визуализация результата? Вы меня спрашиваете? Наверное, да. А в чем, как его визуализировать, в виде чего? взаимодействие? Так, Сергей Владимирович, взаимодействие. Хорошее слово, cooperation по-английски поисково. Мне бы нравилось больше. Я не знаю, как показать результат, Мария Генриховна. В чем показать результат? Да, картинку, вот с каким, что можно было бы предложить автору данного курса, чтобы показать здесь? Мне интересно, таблица была, сейчас будет. таблица хорошая, то есть нарисовать собственными руками, потратить время на создание таблицы, в которой есть слово было, есть, будет. Довольный студент, тоже интересно найти довольного улыбающегося студента. Мне нравится такой эмоциональный визуальный подход, чтобы студент увидел смысл. Так вот, как он должен увидеть смысл? В виде какой картинки? в виде какого слова в поисковой системе или в системе вот этого припик, вот тут же просто пишется слово, например, студент, студент, и тут же можно увидеть вот такие вот улыбающиеся картинки, вот такой студент, вот различные, вот такой студент показывает вверх пальцем, вот наверное три девочки, две девочки, посредине похоже, тоже девочка. Какие-то улыбающиеся, довольные студенты, которые одерживают учебники, могло подойти игра путешествия, маршрут. Как это вот визуально представить игру путешествия маршрут? Путешествия процесса понимают время, тайм. Так вот визуально все поиграли, представили, что может быть. Карта, компас, организация деятельности, студенты. Видите, какие совершенно разные варианты, и каждый по-своему хорош. Ну, за исключением тех, которые я просто, они может и хороши, но я не понимаю. Как изобразить графические путешествия, маршрут, я пока с трудом представляю. Пазлы тоже. Итак, уважаемые коллеги, мы видим, что у каждого из нас есть самые разные варианты, но я бы не стал бы, не стал бы, будь в лабиринде, я бы не стал бы делать акцент о том, что было сказано Сергея Валерьевича строит таблицу, тратит на это время писать, три слова было, есть, будет, переделывать, подбирать цвет, делать графическое все. Тяжело, это надо быть дизайнером. У нас времени нет. Вот скажите теперь второй вопрос по этому по этому курсу. Как вы считаете, сколько времени, логистика это всегда время, трудозатраты, сколько времени нужно потратить на ваш взгляд, с учетом того, что нам за этот курс в принципе ничего не доплачивать, можно вообще ничего не делать, вообще сделать его формально, как оно есть, без всяких украшений. но допустим мы поняли, что это влияет на влияет на заинтересованность, но сколько времени мы можем позволить себе, вот учитель, доцент, преподаватель, на то, чтобы подобрать эту картинку. Варианты 60 минут, 2 часа, 5 минут, как вы считаете, вот сколько времени, с учетом того, что нам за это специально не платят, но мы хотим этот пул вовлеченности отразить, чего он вовлекал. Сколько трудозатрат вы считаете допустимым только на эту одну картиночку? 15 минут. 5 5-15 5-10 5-10 пока вы думаете, я скажу, что вот эту картинку, которую я показывал, покажу еще, вот эту картинку, которую я показывал, я ее делал, выбирал и искал 5 минут. 5 минут. А на презентацию в целом по теме до 2 бывает и более, бывает и более. Хороший доклад бывает неделями готовится. Ну, я конечно беру такие доклады, как «Ращита кандидатской» или «ВКР». А на одну картинку достаточно 5 минут. Но теперь возникает вопрос «Почему 5 минут?» Я отвечу, потому что я знал, где искать. Я знал вот этот вот ресурс «припик.com». Я сейчас его еще раз продублирую. Самое главное, я знал, где искать картинку. Я знал вот этот склад, вот эта логистика, которая мне помогла, она начиналась с того, что я знал, где искать. Я знал маршрут поиска, где есть практически любая картинка, которая мне нужна. И я знал второй прием, что прямой вариант, вот назвать его в поиске есть русскоязычный, интересно, интересно. есть и другие ресурсы по поиску картинок. Согласен. Согласен. Например, мне нравится еще вот этот ресурс, тоже бесплатный. так, Ирек Анварович сегодня достоин присвоения, не даром назвал его эксперта, давайте посмотрим, что предлагает русские векторы, Ирек Анварович, русский припит, русский, правда там все многое на английском, поиск, а как тут поиск, надо подумать, не вижу пока а есть припит. Так он тоже, он тоже, а, я понял, это тот же самый припит, только с результатом поиска русских изображений. хорошо, я вас понял, но тоже здорово. Есть другие, вот он сплэш, это тоже сокращение времени по поиску картинок. Хорошо, вот мы разобрали только один пункт, и для нас в этом практическом задании важно было понять, что логистика это всегда время и результат. Мы можем потратить два часа на эту картинку, но ничего не получить, результат. Наши студенты почти то же самое получат, если мы здесь что-то шедевральное разместили. Нам главное сделать это быстро, быстро, вот о чем речь, и эффективно, вот как у меня, быстро разместили и почти забыли, потому что времени у нас нет, в этом искусство нашего курса. Идем дальше. Следующий логистический элемент, если вы помните, мы говорили о том, что вот эти вот столбики, пунктики, бесконечную полосу прокрутки из элементов, ресурсов и так далее, хорошо бы структурировано разделять, перемещая вправо, влево эти элементы. Я даже не буду комментировать, насколько это просто. Вы видите, в режиме редактирования, если кликнуть по любому из элементов по кнопочке редактировать, появляется меню, в котором есть подменю переместить вправо. Вы можете структурировать. Делается логистически элементарно, но это в Moodle. Как в других платформах я не могу утверждать, что там такое тоже есть. Наверное, есть, а может быть и нет. Но в Moodle такая структуризация есть. Что с точки зрения логистики это дает? Логистика вот здесь плохо немножко видно, вы скачаете и увидите крупнее. Некоторые элементы сдвигают. Визуально уже глаз работает по-другому. Это уже не просто полоса, а структура со сдвигами в курсе телегины. Она извините, она ускоряет восприятие. Коллеги, это тоже логистика. Ускорение восприятия, что вот эти структурные элементы имеют другой смысл, тоже является логистика. Вот еще один пример нашего мастера Павла Юрьевича Калинникова, когда он после определенных пояснений сдвигает вот эти элементы вправо. Это левее, эти правее, это вложенная под категория, без всякой нумерации, вот так он структурирует. Не сложно, но удобно. Вот здесь уже следующий пример визуализации, вот здесь есть визуализация в модуле, это задание, которое пишется, как правило, от руки, и Легина выбрала такую картину. Набор инструментов, она разместила вот такое изображение ящика с инструментом. Это уменьшенное изображение курса Татьяны визуализация. Делается быстро, но эффект совершенно иной. Если вернуться назад в курс Тилегины, который мы начинали смотреть, вкусновато и плоско. Все идет полосой. Вот так выделил красным цветом. Просто полоса сверху вниз. Трудно выделить структуру, трудно выделить смысл. Тут графика работает. Хорошо. Логистически мы это оценили. Мы увидели, что привлекательный заголов должен делаться быстро, иконки для структурирования также должны выбираться быстро, бесплатных вот этих наборах свободных картинок со сдвигом, если есть такая возможность в платформе и давать краткие пояснения. Краткие, вот слово краткие, когда у нас пишут преподаватели, изучите то-то, посмотрите вот это, сложите свое понимание, нужно как можно короче это писать, это тоже логистика. Еще раз посмотрим практику, у нас практическое занятие. Цените логистику этого курса Сибирских государств медицинских университетов, курс биология для подготовки к поступлению в медицинские вводы. Видно немножко мелко, но видно что-то какие-то что-то под микроскопом, видно что-то под микроскопом, разглядывается на зеленом фоне какого-то растения, значит. Ваше мнение плюс-минус хорошее, смысловое это изображение. Да, вот уже пишет мнение, удачно выбранное это изображение для школьников, которые будут готовиться поступать в медицинские вузы. Нет, мнения разделились. Нет, пишут коллеги Мария Генриховна, уточните. Вот такой разброс мнения. Эксперты Эрек Анварович считают, что это симпатично, создает некий настрой. Опять непонятно, Мария Генриховна, интересно, что вы пишете. Другой логистики, кроме картинки, здесь не обсуждаем, тут идет плоский новостной форум, учебный форум, отзывы о цикле, вводная лекция, кстати, перемешанная отзыв о цикле, а потом вводная лекция. Вот тут логистика, конечно, нарушена. Зеленый, единственный плюс, зеленый биологический цвет. Если Виталия Викторовна, здесь, здесь действительно вы правы, мы уже бросили логистику, начали обсуждать визуализацию. Хорошо, я согласен с критикой, не очень это важно. Я так и думал, что здесь очень тонкая грань между дизайном и логистикой. Мы видим, что картинка есть, мы видим, что здесь не столько важен художественный эффект, нежели, как подчеркивает функциональный эффект. Функциональный, что здесь есть нечто связанное с биологией, что там в этом нечто мы сейчас не анализируем. Важно, что оно создает настрой. Мы хотим поступать в медицинский вуз по предмету биология и эта задача здесь решена достаточно быстро. Ну, вот здесь логистику опять же мы не будем обсуждать. Мы видим, что в этом курсе нашего автора мужчины Екатеринбурга он выбрал вот эти винтики, голову с винтиками возможности. Ну, в Moodle это совершенно легко делается. Вы, наверное, это увидели. А здесь сама логистика с точки зрения построения плоская. плоская плоская дорожка вниз идет без всяких сдвигов. Удачно, что только он выбрал вот эти его графические элементы. Здесь это мы уже видели то же самое. Это пропускаем. В этом курсе у Татьяны Викторовны личная эффективность здесь логистика самая примитивная. Дизайн помогает совершенно верно. Но он же если не рассматривать логистику или затраты времени, он мешает. Я знаю массу примеров и по себе и собственного опыта. Только начинаю пытаться подбирать картинки еще до того, как курса нет. Я начинаю трачу на это иногда несколько дней на подбор картинок. А курс обычный, плановый курс в УЗИ с обычными студентами чисто для смешанного обучения, где там нет никаких особых перспектив по оплате. Ты просто делаешь от души, но ты погружаешься в этот дизайн и забываешь про время. Я призываю не забывать о времени, что мне надо быстрее решить функциональную задачу, дать им наполнение контентом с минимальными затратами на оформление. Если это коммерческий курс, где за это что-то могут заплатить или обещают заплатить, конечно, там затраты времени выше на дизайн. Выше, но лучше обратить внимание на качество контента в первую очередь, а элементы украшения как заголовок, картинки в темах сокращать как можно, да, вот сокращать и баланс в сторону сокращения времени. Быстро находить вот эти вот быстро находить готовые картинки и не тратить на это время. Ну, давайте я, пожалуй, покажу еще один пример. Сейчас я покрасить крючок, как я быстро в одном курсе подобрал картинки, тематические картинки. Сейчас я зайду и вам покажу для примера. Было сделано крайне быстро, но эффект понравился. Вот я включаю этот экран. Видите мой экран? Вот эта картинка, по-моему, я уже показываю, как он был. Да, да, она создает настроение для обучения по модулю анализ тренда, возможности и угроз. Хорошо. Вот эта картинка по теме 1. Смена парадигмы потребления и производства. Тут вообще непонятно что. Тут какое-то искаженное, модифицированное, отфотошопленное, с эффектами черно-белое изображение лиц. Парадигма потребления. Вот картинка по теме 2. Человек думает тоже с такими эффектами. Это не я делал вот эти стрелки. Я нашел готовое. Я потратил на все это время где-то 5-7 минут. Что такое проектный метод? Мне нужно было быстро закончить модуль. Это некое изображение стрел куда-то вверх и вперед. Контрольно-измерительные материалы. Как обозначить модуль или раздел курса где только кимы лежат? Я сам себе сказал представь себе образ измерений. Что это такое? Я вспомнил базар весы вот такое такие весы нашел. Список рекомендованных источников. Да это дизайн но я себе дал команду мысли нестандартно. Слово источник это что? Это вода и вот крайний киск водой в которой вьется вода это рекомендованное источник. Модули находятся дополнительные компоненты. Дополнительные даю себе команду. 100 дополнительные компоненты. Например питание это приправы и вот приправы изображения приправ это есть смысл краткий лаконичный смысл. Вот коллеги моя логистика быстрого визуального оформления. как как это сделал я не знаю вам нравится или нет но такое решение для себя я применил. Даю себе установку мысленную отвлекись от прямого поиска найди абстрактное обобщение этого визуального образа и находи. Идем дальше. Был у нас такой раздел про большой барьерный риф. Мы говорили о том что первый блок начало обучения в онлайн курсе всегда студентов пугает. Всегда. Мы это наверное хорошо запомнили те которые присутствуют. Вот самое тяжелое сделать первый шаг. И этот первый шаг чаще всего создает проблемы. Даже в больших курсах как например платформа EDX на платформе не сразу понятно что надо делать. То ли ролик посмотреть. То ли все ролики. То ли конспект прочитать. То ли что. Вот это вот сидит обучаемый и думает. И тыкается и тратит время. Даже на больших всемирно известных платформах. Обучаемым тяжело взлететь вот это стартануть в начале обучения. если он завалит и будет отчислен то скорее всего проблема именно здесь. Первом модуле вот этот самолет не взлетел. Как это делать с точки зрения логистики? Преподавателю ему нужна аналитика. Ему нужно смотреть на вот пример это пример Moodle в других платформах есть своя аналитика список всех студентов там их около двухсот у меня и я вижу кто вообще ничего не делал кто делал и где застрял вот это аналитика сразу смотреть и что-то делать это тоже логистика это время которое трачу на выяснение причины что происходит с первым модом еще семестр не закончился половина не прошла я уже анализирую что они делают и начинают думать как перегрузки первого этапа повторюсь тоже с прошлого раза это краткие названия простые названия каких-то тем каких-то мод второе совет здесь практически сделайте первое задание самым простым чтобы он почувствовал себя уверенным что он умеет этим пользоваться вот скажите пожалуйста уважаемые эксперты если есть а также новички если вы интересуетесь какой из этих элементов на ваш взгляд целесообразнее всего включать начало курса до того как он еще начал обучаться для того чтобы ему почувствовать себя уверенным в этой платформе вот какой из этих элементов вы считаете наиболее целесообразным не важно какой-то предмет математика физика русский язык история отечественная не важно анкета где они заполнить профиль так то есть они пишут о себе заполнить профиль так так ну давайте вспомним что такое профиль для этого я покажу экранчик вот профиль допустим Юрий Николаевич Беланов вот сейчас я покажу сейчас я покажу настройки редактировать информацию заполнить профиль вот вы сейчас видите на экране что означает заполнить профиль фамилия имя отчество если оно не вводится автоматически с какого города полезно страна по умолчанию стоит Россия всегда это тоже по умолчанию предпочитаемая тема не знаю в курсе вы или нет редко используется но я иногда предлагаю выбирать тему на вкус тему то есть дизайн сайта можно выбирать на вкус это дело хозяйское описание вот все что он о себе рассказывает ну вот вы видите наверное на экране не знаю не стоит не стоит особо рассказывать а вот интересы через запятую облако интереса вот это вот я бы мне было бы как преподавателю интересно пожалуй вот и все и весь просьб сам представление пространстве но чтите Мария Генриховна с точки зрения защиты персональных данных вот эти вот данные данные можно конечно и здесь писать но тогда будут видеть все преподаватели родители понятно можно можно и такое так знакомство вот Дмитрий Васильевич выделяет как познакомиться технически в онлайн курсе что это что это это обычный форум форум знакомства каждый рассказывает о себе они читают да с точки зрения логистики делается очень просто тест предлагает Наталья Михайловна простой тест я часто слышу да тест технически он посложнее делать чем форум или заполнение профиля но посложнение посложнение для преподавателя для обучаемого пройти тест несложно технически там все очень просто но вот я сам никогда начальные тесты не даю а вот кстати коллеги вы сейчас видите на экране как логистика работы с клиентами с обучаемым тоже элемент логистики обучаемый задает вопрос в онлайн получение приоритет в электронном виде я что я должен сейчас сделать я сейчас на занятии ответ ответ дам чуть позже чуть это сколько через 40 минут это логистика то что вы сейчас видите на экране подумайте я считаю что да теперь теперь возвращаемся к заданию открытое простое анкетирование с вопросами знакомства вот это мне нравится я часто провожу такие анкеты не знаю что это покажет практически пожалуй покажу вот если открыть любой курс то в разных платформах очень легко создавать создаются анкеты мне кажется это интересно показать мл а вот все курсы логистические мне кажется это интересно показать спасибо 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 Продолжение следует... ...нужно было воспользоваться платочком. Спасибо, что напоминаете. Вот этот курс, в котором есть такие элементы, как опрос, как анкета. Добавляется элемент. Вот есть такая анкета. Это сложная, много вопросов. Ее хорошо отдельно рассматривать. Но есть анкетный опрос, примитивный. Это как в платформе Moodle. А есть продвинутый, вот такой, он называется, обратная связь. Это для создания анкеты. Есть еще там один примитивный. Мы рассмотрим вот такой сложный. Вы добавляете этот элемент. И даете ему название. Давайте познакомимся. Пишите в поле описания текст. Для того, чтобы нам легче было выполнять наши задачи, расскажем самое основное про себя. Вот такие вот параметры вы задаете. Если вы хотите, чтобы они были анонимные, вы это включаете. По молчанию вот здесь так. Можно ли многократно отвечать? Да или нет? Это вы решаете. Если вы хотите, чтобы после каждого заполнения к вам на почту приходило уведомление, вы включаете «да». Эта номерация не обязательно. После ответа вы можете выбрать, демократичны ли вы, вы можете включить «да». Все будут видеть результаты анкетирования. Интересно. Проголосовал и тоже увидел анкету опроса для себя. Это для обучаемых, студентов. Всем это интересно. Здесь можно писать текст. Спасибо за ваше участие. Надеемся, что вы проанализируете и сделаете для себя полезные выборы. Вот такие настройки вы сделаете. Не буду я его сохранять. то смысл было в мире, что тут-то очень легко все делать. Сейчас есть звук? Раз. Раз, два, три. Да-да. Спасибо. Вот. Как я сделал вот этот опрос в этом? Ну, смотрите. Здесь вопросы не открыто. Она закончилась 25 сентября. То есть надо ее открыть. Поэтому она и не работает. Здесь можно отредактировать вопросы. Вот такие вопросы я сюда добавлял. Давайте я сделаю покрупнее, чтобы вам было видно. Что это такое? Ну, во-первых, надо описать. Посмотреть описание. Ответьте на вопросы этой анкеты и проанализируйте ее результат. Какие вопросы я тут выбирал? Спасибо, что слышно. Я выбирал те вопросы, которые считал нужным. Тут уже даже не знакомство, а оценка понимания того, насколько обучаемые уловили смысл. Некий смысл. Они выбирают варианты да-нет или пропускают. И в итоге мы видим некий сводный результат этой анкеты. Это для взрослых, для слушателей. Вот это кнопочки редактирования ответа. Это обязательный вариант. Это удаление. Ни одного обязательного варианта здесь нет. Вот, пожалуй, технически это делается так. Есть еще шаблоны анкет, когда можно готовую анкету выбрать. Ну, здесь у меня их нет. Но можно как шаблон сохранять. Допустим, для другого факультета или для следующего года обучения. Не знаю, уловили ли вы, как работает эта анкета. Наверное, лучше бы вам показать, как она работает в действии. Для этого необходимо изменить, исправить дату доступности. Ограничить доступ. Доступность. Убрать кнопочку разрешить до. Сохранить. И тогда эта анкета станет снова полноценной. И тогда я могу ее показать, как она работает технически. И попутно возвращаемся к ответу о том, насколько это соответствует логистике. Вот с точки зрения преподавателя, это немножко сложно. Тут требуется навык. Или шаблон готовой анкеты. А вот с точки зрения логистики обучаемого, тут ничего сложного нет. Он выбирает варианты ответа. Он показывает свое знание. Он выступает здесь анонимно. То есть он ничего не боится. Он тут анонимен. Так настроил преподаватель. И когда обучаемый, я сейчас не вчитываю из вариантов, направляет свои ответы, то если система видит, что какое-то обязательное поле не отмечено, она его заставляет. Вот. Это поле обязательное. Видите, Moodle даже показывает, в каком именно поле нужно было ввести. То есть Moodle платформа помогает преподавателю следить. Спасибо за ваш ответ. Проанализируйте, посмотрите. И сформулируйте выводы в форуме. Здесь преподаватель предложил не просто посмотреть анкету, а отразить свои выводы в форуме. Вот такая вот логистика была сделана в моем случае. Заполни анкетку и напиши свои выводы. Итак, есть разные. Заполнение профиля это самое простое, на что можно потратить время. Но самое минимальное это фамилия, имя, отчество, надо знать. Знакомство это чуть-чуть посложнее. Это просто форум. Анкета, опрос, это уже по трудоемкости, с точки зрения логистики требует больше времени. Нужно придумать вопросы, нужно их внести, нужно проверить сам опросник. Это уже, я скажу, где-то минимум 40 минут на одну анкету. Если там 15 вопросов, как у меня было, это где-то 40, а то и час может уйти. На тест, ну, нормативы по логистике могут быть такие. Даже хоть он и простой, но на одно тестовое задание, средний преподаватель со средним уровнем подготовки, по какому-то предмету, без математических и химических и прочих формул и вставок сложных, где только текст на одно тестовое задание может уйти 5 минут времени. 5 минут. Если это 10 вопросов в тесте, значит 50 минут в среднем может уйти на этот тест. Вот такая логистика. Поэтому смотрите сами. Обычно, обычно, знакомство в виде форума. Создание форума это максимум 5 минут. Название форума давайте познакомимся. В описании форума напишите, пожалуйста, о себе, что вас интересует в нашем курсе, какие вы хотите получить результаты. Ну и что еще? Ну и все. Может быть и все. Вот и все знакомство. На что бы вы хотели бы обратить ваше внимание? Вот они пишут о себе в форуме. Для преподавателя это делается очень быстро. Так что смотрите, что этот выигрыш касался не только студентов, им быстро, но и у вас логистика ваша. Времени тоже было. Вот пример еще, когда мы разбирали просто раз. Большая анкета. Но вопросы, которые интересуют не студентов, а интересуют организаторов. Вот это на нас платформе такая анкета. Род вашей деятельности и прочее. Это интересно для организаторов, но это не интересно самим студентам обучаемым. Так, вот здесь вот мы видим часто возникающие опросы, облегчающие у Телегиной. Приветственное сообщение. Когда студент записывается. А, не совсем так. Как только он записался, ему приходят сообщения. Вот пример логистики. В настройках курса Moodle автор не просто приветствует нового участника, а сразу же предлагает познакомиться. Вот в чем логистическая находка. Студент уже в почтовом адресе сразу получает предложение пойти в гостиную. вот это гостиную. Причем доступно только заочникам у нее. Сразу предлагает познакомиться. Вот это очень интересное логистическое решение. Телегиной некогда их туда зазывать и прочее. Она знает, что они там все регистрируются. И как только он зарегистрировался, сразу же ему приходят сообщения с предложением зайти в гостиную и познакомиться. Ну, это мы уже тоже с вами видели в прошлом вебинаре. Больше обратной связи. Вот это пример. Когда приходит... Это, в принципе, то же самое. Приходит пример с предложением познакомиться. И итоги по этому вопросу. Краткие заголовки, простые задания, анкеты и опросы самые простые можно. И как можно больше обратной связи и личных контактов через форумы. Вы знаете, в форуме можно еще... Через форум можно и знакомиться лично. Уважаемые коллеги, дальше у нас уже по времени идет подведение итогов. Я сейчас только лишь быстренько покажу, что мы проходили в прошлый раз и скажу с точки зрения логистики. Вот это все с точки зрения логистики. Вот эти вот названия красивые, пояснения, мотивирующие. Должно делаться быстро. И вот такой вот прием создания изображений с мемами должен делаться быстро. Быстро. И мы не будем сейчас тратить время, а вот эту ссылку для создания мема я, наверное, покажу. Image Flip. Покажу практически. Давайте снова откроем. END. Это очень делается быстро. Вы открываете вот эту ссылку Image Flip. Вы закачиваете... Вот оно, вот оно, это изображение. Вы создаете... Сами берете какое-то изображение, закачиваете его, пишете здесь заголовок вверху, тот, который вы хотите. Ну, соответственно, потом все это сохраняете. И у вас на вашем изображении появляются такие тексты. Пожалуй, тут и все. Что тут еще говорить? Таких вот генератор мемов вы можете использовать у себя. Не буду на это тратить время. Очень быстро. Анализировать еще раз надо. Какие-то привалы. Вот модуль закончился после него. Напоминание, что начинается следующая тема на примере Курсеры. То же самое можно сделать и в Moodle. Например, в Moodle вот такие выскакивают новые сообщения, которые тублируются на почте, но и в самой платформе еще выскакивают новости из форума, сообщения преподавателя. это тоже логистика. Логистика выдали какой-то бейджик на правильную почту. Чтобы знал обучаемый, что он был награжден вот этим вот бейджиком за поддержку. выполнил какое-то задание, вот такой бейджик вручается, он видит его. Это тоже логистика. Поощрение должно визуально сопровождаться. Какие-то привалы в курсе мы говорили. В чем технически они могут выражаться. первый совет, когда все видно в курсе, вот все видно, сейчас я не показываю детали, но все темы видны, открываешь, все видишь. Еще тему еще не познакомились, еще тему один не прошли, а обучаемый видит все остальные темы в доступе, это всегда вызывает некую растерянность. Лучше давать доступ постепенно, постепенно. Резать задачи на дольки, на шоколадные дольки. Не будем сейчас тратить на это время, но с точки зрения логически, технически это делается очень просто. Названия, мемы и вот этими дольками все идет. Очень важный логистический момент, не давайте задание, если вы сами не можете его описать хотя бы как шаблон или пример как не надо делать. Вот это в красном контуре обведен пример. Мы даем задание какое-то, разместите сюжет, обсудите, оцените, но мы даем, а вот вам пример сюжета. Прочитал человек, понял, а я сделаю лучший сюжет. Просто придумать без шаблона какое-то похожее задание очень сложно. Люди будут путаться. Вот эти опасные места, вот эти вот дольки, микроцели, образцы очень помогают с точки зрения управления. Обучаемые идут быстрее и результативнее. Про финиш мы говорили, не буду сейчас напоминать, но технически разместить некий итог очень просто. Вот такие вот маркеры достижений делаются очень просто, технически. И все это дает логистический итоговый эффект. Особенно вот этот вот элемент прогресс-баг. Вот на него бы я практически предложил обратить внимание, но боюсь, что он многим знаком. Его надо отдельно рассматривать для новичков. Итак, уважаемые коллеги, возникает вопрос, что это все дает на выходе. Качество контента, качество обучения, да, это святое дело, а вот логистика, это разное, это другое свойство, оно сокращает время, оно или убивает наше время. Вот этот вывод. Мы должны действовать экономно и свое время, и время обучаемых тратить рационально. Так, это коллега, тоже чуть позже отвечу. Это дается каждому. В чем прирост эффекта в обучении? Уважаемые коллеги, минимум от 10% дает эффект, если вы затратите на логистику 5% времени дополнительного, то есть двойной эффект. Потратили час на логистику, вы сэкономите 2 часа у обучаемых. Вот такой вот расчет. Логистика, может быть, даже и по экспоненту, но где-то в нормальном виде дает двойной эффект. И это все мягкие навыки. Это не какие-то формальные инструкции, это различные дополнительные знания, приемы, практики, которыми мы делимся и хотим, чтобы они вам помогали. Вот такие выводы. И это все является частью, вот логистика, частью курса повышения квалификации. И вы можете спокойно записаться и получить практику у нас на нашем модуле. Вот этот модуль, если вы скачаете эту презентацию, то есть вот этот. Вы можете эти мягкие навыки получить. И сертификат нашего сертификата нашего вебинара вы также можете получить, если сертификат участника вот эти сертификаты. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы уловили все вопросы, которые мы хотели сегодня рассмотреть, мы все раскрыли, я готов ответить на ваши вопросы, я рад, что сегодня тоже была активность, может быть, не такая, как активная, как прошлый раз, жалко, что Татьяна и Викторовна нет, легены, но она не может в свои мероприятия, всем передавала большой привет, тем не менее, мы рассмотрели вопросы, которые влияют на достижение успехов в вашем курсе. Мы с вами начали с того, что хотим добиваться успеха, мы этот успех с вами по крайней мере хорошо коснулись, от чего зависит успех в обучении. Какие ко мне будут вопросы с точки зрения цели нашего курса по логистике? Попробуем анкету по пониманию. Уважаемые коллеги, извините, я забыл напомнить, у нас 60 минут на этот семинар, у нас время записи больше, но так у нас 60 минут. Для того, чтобы освоить элемент анкета досконально, она потребуется около 10-15 минут по шажочкам. Мы сейчас не сможем это сделать, это не всем надо. Анкету по понимать. Какие еще будут вопросы? Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем заключением, что логистика это искусство, это наука управления временем в ходе организации потока движения учебной информации и учебной деятельности? Да, это наука, искусство, умение правильной рациональной организации движения. Курс это движение и там движется и сам преподаватель его активность и движение самого процесса обучения у каждого ученика. Скажите, пожалуйста, коллеги, нужно ли нужно ли владеть вот этим умением новичку, который только лишь думает о том, надо это или не надо, насколько это ему надо, или главное ему создавать контент, не обращая внимания, насколько это потребует у него усилие и времени. Отключали видео. Да, я отключал видео, чтобы не было Сергея Валерьевич задержек со звуком. были жалобы, что следующий вопрос, следующий вопрос, согласны ли вы с тем, что если новичок или организатор электронного обучения не обращает внимания на трудозатрату, смотрит на идеальное воплощение курса с точки зрения дизайна, красоты, цветоподачи, и думает, что так и должно быть, что время резиновое, бесконечное, можно ли сделать предположение, что такой курс не будет закончен никогда, если пытаться все сделать идеально. да, мы можем попасть в большую неприятность, что мы не успеем дойти до конца, не владея вот этими рациональными приемами подачи, или другая крайность, но можно вообще отказаться от какого-то заголовков красивых, от каких-то наград в курсе, просто вот давай там посмотреть, пройти тесты, задания, и все вот от вот этого выложить, такое часто написано, и сказать себе, у нас нету времени на какие-то туда еще графические вставки, пояснения, сдвиги, зачем нам это надо, и анкета не нужна, подумаешь, они должны сдать сессию и все, и ничего не делать, как вы думаете, какая будет при этом успеваемость в таком курсе, где сделано все формально, сколько человек может отказаться от обучения в таком курсе, вот я бы отметил бы, так, что если мы тратим 5% дополнительных, мы потратили 100% на весь курс, и 5% потратили на оформление, на награды, на какие-то структурные оформления, сдвиги, сделать более симпатичные и так далее, на все потратили еще 5%, вот мы потратим 5%, а на выходе получим 10% повышения успеваемость, здорово, вот в чем эффект, двойной эффект, мы усилили курс временем на оформление, на движение, обучение в нашем курсе, анкеточку добавили, там еще что-то, знакомство, мы увеличили успевать, если вы с этим согласны, тогда, наверное, можно и сегодня прощаться. Я выключаю связь, точнее запись, и желаю вам всего доброго.